На альтернативном телевидении Бурятии начинается информационный выпуск в студии Василина Стаценко. Здравствуйте! И вот главные темы. Сделка на миллиард. Юристам удалось оспорить продажу имущества Байкалбанка за сомнительные векселя. В чистоте быть. Министр природы и глава Бурятия провели совещание по проблемам экологии в регионе. Из прошлого в настоящий. Театр Байкал вновь порадует зрителей интересными постановками. И начнем выпуск с проблем должников. У них могут отобрать последнее, а именно единственное жилье. Министерство юстиции считает, что если площадь жилья должников превышает установленные законом нормы, то его можно изъять и реализовать. При этом в пользу кредиторов пойдет лишь сумма долга, а остальное вернется хозяину квартиры. Кроме того, государству придется обеспечить нормальные условия жилья для должника. Отмечу, сейчас единственное жилье должников остается неприкосновенным. Судебные приставы могут лишь наложить запрет на продажу, дарение и другие операции с недвижимостью. В целях исполнения судебного решения судебный пристав обращает взыскание в первую очередь на наличные денежные средства, а также денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках и иных кредитных учреждениях. При отсутствии денежных средств обращается взыскание на иное имущество должника. При этом законом установлен перечень имущества, на которое невозможно обратить взыскание. В первую очередь это жилое помещение, единственное жилое помещение, в котором проживает должник и члены его семьи. Сейчас в целом по России на одного человека должно приходиться не менее 18 квадратных метров жилья. Для Улан-Удэ этот норматив составляет 13 квадратов. Не все забыли и многие помнят. Перейдем к теме бывшего Бурятского регионального банка. Нашему каналу стали известны эксклюзивные подробности в деле банкротства единственного регионального банка республики Байкалбанка. Напомню, в августе прошлого года Центробанк назвал лицензию Байкалбанка. Этому предшествовала цепочка событий, из которых на виду у публики были апрельские перебои в работе, молчание администрации, смена акционеров и руководства, заверение этого руководства о светлом будущем кредитного учреждения и многомесячные проблемы вкладчиков и клиентов, которые имели ограниченный доступ к своим деньгам и ценностям. За кулисами осталось основное биографии новых акционеров, непрозрачные схемы захвата банка, а сейчас это уже можно утверждать, а также нехитрая схема, по которой банк лишился всего имущества, активов и в конечном итоге лицензии. За всем этим стоял так называемый банковский альянс, группа банкиров, которые были связаны с различными банками – Арексбанк, Рубанк, Мособлбанк и другие. Банки работали как пылесосы, собирая вклады доверчивых россиян под баснословные проценты и растворялись после аннулирования лицензии. О том, как связан наш Байкалбанк и московские банки-пылесосы, смотрите далее. Вот он, главный офис некогда успешного Байкалбанка. Но не здесь разворачивались события, которые привели к отзыву лицензии. Банк попросту оказался заложником хитрой стратегии. После апрельских событий, когда тысячи клиентов штурмовали закрытые офисы и опустошали банкоматы, здесь появилась компания спасателей во главе с Виталием Авдеевым, который впоследствии стал председателем правления Байкалбанка. Тогда, летом 2016-го, он обещал золотые горы и развитие. Мы хорошо представлены в Крыму, неплохо представлены в Москве. Там усиливаем даже свое присутствие, там открываем пару офисов дополнительно. Но на сегодняшний день мы эти регионы для себя расцениваем как ресурсные. Они нам помогают. У нас такая хитрая стратегия, то есть мы хотим оставаться, оставаясь республиканским банком, прилагать усилия для развития экономики здесь, но при этом использовать те моменты, которые мы имеем. Изрядно наследившая в Москве компания под видом спасения банка на самом деле выводила активы. Аннулирование лицензии здесь, как оказалось, вопрос времени. И новое руководство временем воспользовалось умело. После отзыва лицензии банк прекратил свою работу. И тысячи клиентов не смогли снять свои деньги. И в итоге возвращали их по страховке. Агентство по страхованию вкладов выплатило всем вкладчикам положенную по закону сумму. То есть не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. В самой сложной ситуации оказались юридические лица. Им отстаивать кровные приходится через суды. Не могут догнать свои средства и те, кто переводил деньги через банк. Например, оплачивал детский сад или коммунальные платежи. Средства, так сказать, зависли на корреспондентских счетах. Здесь речь идет о том, что люди, которые разместили свои вклады, например, или юридические лица, у которых остались деньги в Байкалбанке, им, конечно, сейчас очень сложно получить назад свои деньги. Потому что вот объявлена процедура банкротства, они свои деньги могут получить только после этого. Это три года, а может быть и пять лет. А самое важное даже не в этом. Самое важное в том, что есть ли деньги у банка или нет. А денег и имущество у банка, судя по всему, не осталось. 5 августа – легендарный день в истории краха Байкалбанка. В этот и пару следующих дней было расходано все имущество. Офисы и земельные участки в районах Бурятии, здания в Улан-Удэ и также принадлежащие банку 5 гектаров земли в Истринском районе Подмосковья. Согласно 33 договорам купли-продажи, все имущество оказалось в руках у двух ООО. Расплатились Финбазис и комплект «Экспресс» векселями на миллиард рублей. Что такое вексель? Вексель – это долговое обязательство со стороны ООО. Он, в принципе, ничего не стоит. В любой момент это ООО может исчезнуть. Ну или продать имущество, соответственно, за с вами не рассчитаться. Впрочем, по мнению юриста, суммы взяты с потолка. Реально эти объекты никто не оценивал. И не исключено, что рыночная стоимость всего имущества значительно больше. Через суд эти сделки удалось признать недействительными. «Признано именно железнодорожным районным судом в первой инстанции. То есть сейчас это решение, конечно, той стороной оспаривается, обжалуется. Но все-таки надеемся, что это устоит во второй инстанции. Вот пока я, как сказать, загадывать вперед не буду». На векселя обменяли и требования по кредитам на миллиард 700 миллионов. Акции холдинга «Вертолеты России» стоимостью 400 миллионов баш на баш обменяли на акции Таганрогского комбайнового завода. На эти же акции обменено и 15 миллионов в золоте. Но и это не все потери. По словам бывших сотрудников, золотые слитки и деньги были просто вывезены ночью и отправлены самолетом в Москву. Все эти средства еще предстоит вернуть клиентам. Как это будет сделано и будет ли сделано вообще, решится в ближайшее время. В феврале состоится первое собрание кредиторов, то есть всех, кому должен Байкалбанк. Мы же продолжим следить за развитием событий. Алина Чертарова, Юрий Шебаганов, Вячеслав Батоев, АТВ. В Улан-Удэ начнут строительство правобережных очистных сооружений. Об этом сообщил накануне глава Бурятия Вячеслав Наговицын. Экологические проблемы республики обсуждали на совещании с министром природных ресурсов Сергеем Донским. В числе прочих тем прозвучали и основные проблемы Бурятии, устаревшие очистные сооружения и заполненные полигоны отходов. Как собираются бороться с мусором и грязными стоками, расскажет моя коллега Галина Соболева. Правильно работающих очистных сооружений в республике нет. Этот факт уже давно не оспаривается. Бабушкин, Севербайкальск, Кяхта, Наушки. Плачевное состояние этих станций очистки – главная экологическая угроза республики. Отдельно стоит упомянуть городские очистные – самые загруженные, масштабные и изношенные. Настолько, что пришлось подключаться природоохранной прокуратуре. Мы сделали вывод, что никаких действий, достаточных действий для качества очистки, все-таки ни собственникам очистных сооружений, ни эксплуатирующими организациями не принимается. Поэтому прокурор был вынужден пойти с контрольными проверками, зафиксировать тот факт, что действительно идут недостаточно очищенные сбросы и превышение составляют в десятки раз. Ситуация, конечно, пока никак не меняется, она и не изменится по качеству стоков, пока не будут приняты меры по реконструкции очистных сооружений. Сейчас проект реконструкции существующих очистных уже готов. Дело за финансированием. Кроме того, из миллиарда рублей, которые потратят на экологию Бурятии в этом году, часть денег заложена на новую, с нуля возведенную станцию очистки. Такие объекты самые крупные. В первую очередь мы начнем строительство правобережных очистных сооружений в городе Улан-Удэ. Мы займемся очистными сооружениями в городе Севербайкальске. Мы будем продолжать заниматься вопросами по ликвидации накопленного ущерба. Вы знаете, это вопросы джидекомбината и стеклозавод, где нефтепродукты надо собирать. Глава Минприроды России Сергей Донской в свою очередь отметил, что проблемы очистных сооружений актуальны по всей России. Мы рассмотрели вопросы, связанные со строительством очистных, как я уже сказал. И запланировали, что в этом году, уже в ближайшее время, мы соберемся, уже в министерстве пригласим наших коллег из других ведомств, в частности, Минстроя, Минкомразвития. И обсудим, каким образом мы могли бы, скажем, начать реализовывать эти проекты намного раньше, и чтобы в этом году, в годе экологии, мы получили уже конкретные результаты. Кроме того, Бурятия намерена войти в пилотный проект строительства мусороперерабатывающего завода. Это очень важно. Я считаю, что есть возможность здесь и с учетом помощи федеральной власти сделать так, чтобы переход на эту систему был эффективный и имел меньшее влияние, социальное влияние на людей, которые здесь проживают. И мы получили бы хороший, правильный результат, я имею в виду все-таки утилизация отходов, вот этого накопления гор, мусора на территории, на уникальной территории при Байкале не происходило. Отмечу, сейчас проблемы с нехваткой площади уже есть на полигонах ТБО в Улан-Удэ. На Байкальском побережье полигонов нет вовсе. Мусор приходится вывозить за 60 километров в столицу республики. А зачастую в целях экономии отходы просто бросают на берегу. Тем не менее, в скором времени в Улан-Удэ появится новый полигон. А о новом подходе к ТБО пока говорить рано. Галина Соболева, Руслан Батуев, Вячеслав Сюрдиченко, АТВ. С приезда министра природы в Бурятию начался год экологии. Первым делом высокий гость отправился в Байкальский заповедник. В этом году заповедной системе России исполняется 100 лет. Вековой юбилей отметили открытием современного визит-центра. Что показали министру, смотрите в следующем сюжете. Новый визит-центр в Байкальском заповеднике начали строить еще 4 года назад. И сейчас он открыл двери для первых посетителей. Его построили на средства федеральной целевой программы охраны озера Байкал. Сейчас он должен стать визитной карточкой всех заповедников и национальных парков России. Мы открываем этот год, год ООПТ, великолепный визит-центр. Я еще внутри не побывал. Не, уже чуть-чуть рассказали, но сверху, вот на такой вечеринке вертолете, гнидит очень красиво, современно. В визит-центре представлена экспозиция, в которой можно посмотреть на Байкал с разных точек берега и при разной погоде, увидеть всех обитателей заповедника и словно самому окунуться в незабываемую атмосферу нетронутой природы. Это говорит о том, какую роль сегодня выполняет Бурятия, центральная экологическая зона вокруг озера Байкал, да и само озеро Байкал для всего человечества, всего мира. Мы с вами сознаем, что, конечно же, проблем в последние годы накопилось достаточно много у Байкала и Байкальской природной территории. И мы сегодня, когда добирались сюда, Сергею Ефимовичу говорили, что вот сегодняшнее совещание должно быть стартом в решение, оперативное решение тех накопленных проблем, которые есть на Байкальской природной территории. Мы сегодня активные участники в создании особых природных территорий, только на территории Республики Бурятия действует 7 особых охраняемых природных территорий федерального значения, 13 республиканских и 5 местных. Байкальский заповедник – это одно из самых популярных мест для отдыха, причем отдыха экологического, а новый визит-центр привлечет сюда еще больше туристов. «Востребованность этого объекта в его многообразии, в его технических решениях экспозиционных – это самый главный будет успех, который ждет нас впереди, я в этом уверен. Мы считаем, что этот визит-центр будет визитной карточкой заповедников, в основных парков на Байкале». Год экологии только стартовал и предстоит решить еще много проблем. Отмечу, что на финансирование программ по поддержанию и улучшению экологической обстановки в Бурятии выделено 1 миллиард 180 миллионов рублей. Галина Соболева, Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко, АТВ. И в продолжение темы сегодня у нас в гостях директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедная Подлиморья» Михаил Овдин. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. В 2017 год был официально объявлен годом особо охраняемых природных зон. Вы первый заповедник. Скажите, сложно ли быть первым? На самом деле, это определенная ответственность несет. Бургузинский заповедник – это уникальнейший заповедник на Байкале, старейший в России. И сегодня этот заповедник является, наверное, один из эталонов образца сохраненной дикой природы. У нас недавно проводились исследования по оценке фонового состояния окружающей среды. И они показали, что в Бургузинском заповеднике показатель частоты воздуха, почвы, он, наверное, практически в мире не имеет равных по своей частоте. Поэтому настолько уникальное место. Вы еще являетесь, кроме этого, создателем группы инспекторов «Бургузин». Скажите, что это за группа, чем она занимается, буквально вкратце? Оперативная группа «Бургузин» – это конкретная цель и задача оперативных групп на особо охраняемых природных территориях. Это борьба с браконьерством. Создана она была с целью борьбы с браконьерством водных биоресурсов. И работает она на территории Забайкальского национального парка, потому что там самый большой процент выявляемости таких нарушений. Удалось ли снизить количество браконьеров? Может, какие-то статистические данные есть? На сегодня очень интересные статистические данные мы получаем. Как раз у нас идет очень резкое снижение выявляемых. У нас было, если у нас до создания группы было следнее количество выявляемых нарушений 400, то сейчас всего 70 в этом году выявлено нарушений. Но это показатели очень положительные, я считаю. Это не говорит о том, что люди стали хуже работать. Это говорит о том, что люди стали меньше нарушать. То есть эта группа, она дала, так скажем, свои плоды? Да, конечно, дала большой эффект. Есть некоторая группа людей, которые говорят о том, что заповедники в России не нужны. Вот скажите, как вы относитесь к такой точке зрения? Ну, как я могу относиться к такой точке зрения? Это понятно, что крайне отрицательно. Как можно такое сказать? И, наверное, такой процент будет очень низкий. Все-таки все понимают, что у нас не было бы заповедников, не было бы национальных парков. У нас бы, наверное, не осталось бы нетронутой природы в нашей большой родине. И как раз территории заповедников и национальных парков, они заключают как раз наиболее ценные в историческом, культурном, в природном плане территории, которые должны сохраниться в том виде, в котором они пришли от наших предков. Ну и последний вопрос. Вашему заповеднику исполняется, точнее, исполнилось 100 лет. Скажите, какие мероприятия намечены? Что вы планируете делать? У нас целый комплекс, на самом деле, мероприятий. Помимо того, что вся заповедная система празднует, это будут проводиться и в Москве, и в Сочи, и по всей России. Что касается наших, то у нас уже расписано, да, вот был старт года ОПТ, когда у нас приезжал министр Сергей Фимш-Донской, это было 11 января, а в Байкальском заповеднике открытие визит-центра современного. Это в дальнейшем у нас различные тематические фотовыставки, показы фильмов, фестивали, детские экологические экспедиции. Будут также проведен Байкальский форум совместно с правительством Республики Бурятия в городе Улан-Де осенью, который называется «Сохранение природных резерватов Горан Будущего». Ну, достаточно такая обширная и интересная программа у вас будет. Желаю вам успеха и дальнейшего процветания в вашем деле. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема». А мы продолжаем выпуск. Улан-Удэ активно развивается, и столица республики остается в числе лидеров российских городов самыми низкими ценами на недвижимость. В Улан-Удэ растут новые микрорайоны, кроме этого преображаются уже застроенные территории. Какие архитектурные изменения ждут горожан в наступившем году, смотрите в следующем материале. Сейчас это обычное строющееся здание в центре города, но уже через некоторое время на первом этаже жилого дома будет детский сад. Социальная застройка – одно из приоритетных направлений развития застроенных территорий в 2017 году. В таких домах будут не только дошкольные учреждения, но и школы и объекты здравоохранения. При застройке же больших площадок обязательным условием станет и наличие необходимой социальной инфраструктуры, либо место под ее будущее строительство. Причем, возводя новые сооружения, необходимо учитывать и общий архитектурный ансамбль города. Мы не должны делать ошибок 60-х годов. И на очень важных, красивых участках, которые выделены в городе, ни в коем случае нельзя строить типовые здания. Это должны быть уникальные, красивые, подчеркивающие нашу культуру, многообразие народов, которые проживают на территории города. На сегодняшний день уже заключено 13 договоров на развитие застроенной территории площадью практически 11 гектаров. А общая сумма от прошедших аукционов, поступившая в казну, чуть больше 14 миллионов рублей. Расселено 10 аварийных домов. А 73 собственника получили квартиры на сумму более 160 миллионов рублей. Причем процесс расселения из ветхого жилья продолжается. В рамках реализации муниципальной адресной программы развития города Улан-Удэ на 2014-2024 года планируем реализовать дополнительные площадки в 2017 году. Они у нас три, которые сейчас находятся в разработке. Это большие с достаточно большой плотностью расселения площадки. Уже в этом году планируется выставить их на торги. Глава республики отметил, что будет сделано все возможное, чтобы в этом году проект был реализован. Ольга Вайлошникова, Вячеслав Батоев, Открытое Бурятия. Новый 2017 год принес с собой новые штрафы и санкции. О некоторых мы уже рассказывали, а теперь поговорим о тех, что в планах. В 5000 рублей может обойтись переход по путям в неположенном месте. Ранее подобный поступок обходился в 100 рублей. В 5000 рублей оценили и относительно благие намерения. Например, если вы решили придержать человеку дверь, дабы опаздывающий пассажир успел на поезд. Ранее за такие выходки взымали относительно немного. По мнению разработчиков закона, мера вынуждена, ибо те, кто выходит на пути, переезжает их в неположенном месте или любой другой нарушитель, подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Сейчас законопроект с изменениями в Кодекс об административных нарушениях находится на рассмотрении в Государственной Думе. Век живи, век чине. Весенняя укладка асфальта на отрезке в 300 метров по улице Конечная могут стать традиционными. Город расстраивается, следовательно, нужно проводить и коммунальные блага в новые дома. Вскоре асфальт вскрыли, провели работы, но прежней ровной, и новой дороги жителей так и не увидели. Когда будет новая, главное, качественная дорога, расскажет Будамунхоев. Улучшая одно, жертвует другим. Когда-то здесь была практически идеальная дорога, но ради коммунальных благ в новостройках осенью 2015 года вскрыли асфальт и провели коммуникации. После того, как наступила весна, снег растаял, соответственно, земля просела. Здесь появились очень большие, так скажем, перепады высот между асфальтом и грунтом. И автомобили стали цеплять даже днищем. Дорога-то хорошая была до осени. Они же позапрошлые или позапрошлые сделали новую дорогу. Ровненько хорошая была. А тут вот эти вот, которые строят дома, вот они раскопали это вообще. В мае прошлого года неровности на участке все же засыпали песком. А нам пообещали, что дорога будет ровная, как и прежде. Работы проводил у нас БСПлюс. Это их сети. У них орден выдают до первого, если я не ошибаюсь, июня. Они должны устранить, то есть восстановить дорогу. Это не мы проводим работы. Но новый асфальт положили некачественно. Несколько сот метров полотна оказались в два раза тоньше необходимого. От интенсивной езды такая трасса быстро придет в негодность. Мало того, не оказалось даже актов по выполненным работам. И администрацию города, города Улан-Удэ, Октябрьскую администрацию, там сказали, что у них никаких документов, подтверждающих приемку этой дороги, нет. Нет актов ни на скрытые работы, ни на сами работы по укладке асфальта. А после пришел ответ из прокуратуры. В нем заверили, асфальта делают в этом году. Ближе к весне, когда потеплеет. Будем надеяться, произойдет это до того, как очередной автомобиль оставит подвеску на этом участке. Я, поскольку здесь живу, в этом районе, и часто пользуюсь этой дорогой. То, что эту дорогу, которую сейчас остановили, и если там действительно толщина в два раза меньше, чем требуется, она очень быстро придет в негодность. И потом опять будут идти то ямы, то канавы. Почему же трассу не могли доделать летом прошлого года? Этот вопрос для нас пока остается загадкой. Скупой платят дважды, и, видимо, кому-то просто не жаль ни собственных сил, ни денег на ремонт дороги. А сейчас коротко о других новостях. В 2017 году число интернет-краш с банковских карт может вырасти на треть. Аналитики установили, что мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты с сим-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операции. Число таких краж может вырасти до 130 тысяч случаев. А недавний опрос в ЦИОМ показал, что 65% россиян относятся с опасением к возможности кражи их средств и персональной информации с электронных счетов. Этиловый спирт больше не будут продавать в розницу, в том числе запретят продажу и всех жидких медикаментов на его основе. Кроме того, производители спирта как основы для лекарств теперь должны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Нарушителям правил продажи грозят штрафы для должностных лиц от 10 до 15 тысяч, для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. Новые изменения в закон вступили в силу в январе этого года. По словам экспертов, это поможет для получения лояльного алкогольного рынка. На Байкале появятся трехметровые книги из-за льда. Необычная библиотека откроется в феврале на горе Соболина. Идея создания книги принадлежит Межрегиональной ассоциации событий новотуризма Сибири. Всего на Байкале установят более 400 ледяных книг-глыб высотой в 3 метра и общей площадью в 800 квадратных метров. На их страницах опубликуют тысячу пожеланий со всего мира. Создавать хрустальное чудо начнут уже в конце недели. Кроме этого, любой желающий сможет наблюдать строительство в режиме онлайн. Завершаем наш выпуск культуры. Из прошлого в настоящее Театр Байкал открывает Новый год с двух замечательных концертов. Это музыка композитора в Бурятии и Амартын Удэше, который посвящен 75-летию театра. О новых задумках и интересных постановках смотрите далее. Театр Байкал славится своей многолетней историей. И многие номера из программы театра стали классикой и просто визитной карточкой Улан-Удэ. Новый 2017 год. Театр открывает концерта «Музыка композиторов Бурятии», который состоится уже 25 января. 25 числа в филармонии состоится концерт, который называется «Музыка композиторов Бурятии». На этом концерте будут исполнены произведения ведущих композиторов Бурятии. Это шикарная музыка, которая трогает сердца на протяжении многих лет уже, сердца нашего народа. Оркестр театра будет исполнять произведения таких именитых композиторов, как Чингис Павлов, Баоемпилов, Юрий Эрденеев, Пурбо Демиранов, Лариса Санджиева и многие другие. Всего будут исполнены композиции более 20 авторов. И, как говорят сами музыканты, это практически весь цвет бурятской музыкальной культуры. Молодое поколение должно знать наши истоки, потому что это наши бурятские композиторы. От них, как говорится, это наша основа, из основ. Так что я думаю, что все должны знать, по крайней мере, их репертуар это точно. А 28 января артистами будут представлены номера, которые годами хранились на пыльных полках архивов. Театр вспомнит лучшие мгновения из своей многолетней истории. Этот проект станет первым в череде больших юбилейных мероприятий. Это одно из самых первых мероприятий, которое войдет в перечень, можно сказать, юбилейных таких больших концертов, посвященных именно нашему юбилею. Здесь, на этом концерте, будут представлены четыре поколения артистов. Представляете, выйдут на сцену люди, которые уже давно не выходили, ветераны нашего театра. 25 и 28 января состоятся два грандиозных концерта Театра Байкал. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте www.teatrdefisbaykal.ru Василина Стаценко, Юрий Шубаганов, АТВ Это были наиболее заметные события этого дня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин